Как? Или просто? А вы будете разговаривать? Можете, чтобы не ругаться? Ни одного слова, чтобы не говорить плохого? Разговаривать без единого плохого слова, конечно? Ну да, чтобы не ругались, не матерились. Ну это можно сделать? Ну сделайте так, тогда будем говорить сейчас. Я вам буду отвечать на ваши вопросы, если пожелаете. О Боге, о Вечности, о чем, о что хотите. Ну вот первый мой вопрос. Вы проповедник или просто богослужитель? Я проповедник и миссионер. 56 лет стажу на этой должности. Понятно. И как? Не устали? Да я не могу устать, потому что я с Богом, мне радостно. Я все делаю с удовольствием. Я на свободе. Вот сейчас только зашел домой. Сегодня пришлось свидетельствовать где-то в метрополии. То в прокуратуре, то в администрации. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. Православный лагерь создал. Тысячи детей подняли. Ни одного рубля государство не дало. Никому. Ни мне, ни обслуги. В этом государстве живем. И мы Бога благодарим. Мы с нуля строим православную деревню. А их 21 тысяч разрушенных. Ну, это круто. Ну, Бог в помощь, что я могу сказать. У нас большой ютуб, если хотите, можете зайти. Во свете Библии называется. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Будет время, да. Да, вы забудете. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. У вас есть желание поговорить на божественную тему? Вопросы задать? Я православный преподавательник-миссионер. Зашли сюда, чтобы людям указать на свет. Потому что здесь ущелье тьмы и мрака. Прелюбодеяние и злодейство. Это Содом и Гаморра рулетка. Открыто блудят, открыто показывают органы. С поднятыми руками стоять не могут. Две руки у каждого между ног зажаты. Процентов 50 голые мужики валяются. Есть у вас слово какое? Вы можете что-то спрашивать или что-то, чтобы не ругаться? Ни одного слова, чтобы плохого не было. Например? Ну, вы только микрофон поближе себе возьмите, чтобы слышно было. Можете задать вопросы. Как дела? Ну, давай, задавай вопросы. Что вас интересует? Я постараюсь вам ответить. Как дела, говорю? Ничего не слышно. Плохо у вас слышно. Дела, говорю, как? Что, как? Как жизнь идет? Звать как? Непонятно, что за вопрос-то? Ну, попробуй. Может быть, что-то получится. Может быть, что-то получится. Вы по-русски все понимаете? Вы по-русски все понимаете? Ну, так можете задать вопрос. Можете задать вопрос. Я задаю тебе, как дела, говорю, братан. С crescendo. Ничего не слышно вам. Ничего не слышно вам. Я же сказал, чтобы... Я же сказал, чтобы... Ну, вот я говорю, микрофон слышно же? Я говорю, микрофон слышно? Слышу. Не слышно? Не слышно? Я сейчас говорю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Помилуй меня грешного. Слышно? Слышно. Вот так. Вот так. Ну ладно, раз ничего нет Вы можете зайти на наш Видеоканал Он называется Во свете Библии Во свете Библии Игнатий Лапкин У нас 14500 роликов стоит там Наших Мы деревню православную строим с нуля Вам будет очень интересно Вам будет очень интересно А вы не смотрели еще А вы не смотрели еще Если вы поставите во свете Библии И скажете сайт Не ютуба сайт Вы зайдете на наш сайт Там государственные фильмы о нас сняты Занявшие первое место На международном киноконкурсе А вам не интересно Как не интересно, когда не смотрели Такие Как сказать, награды На дороге не валяются Вы можете спрашивать о настоящем Прошедшем и будущем И на основании Слова Божия Вот, я вам показываю Смотрите Здесь все сказано Вот слова русско-английский Ну что же, русско-английский Can you speak English? Can you speak English? Do you understand me? I am believer I am believer I believe in Jesus Christ Вот плоховато вас слышно Совсем плохо I can not listen to you Ну, thank you very much Bye-bye Bye-bye Затем, чтобы вам о Христе рассказать Чтобы вы от своих жен не уходили К чужим голым русским бабам Спаси Христос Вы зачем здесь находитесь? Вы-то зачем здесь находитесь? Мусульмане-то зачем? Я скажу вам Я скажу Вы знаете, зачем? Почему здесь? У тебя дома 4 жены можно иметь За них калым платить надо А тут 44 даром и все голые Все А-а-а, вот это оно Как вас? Аллилуйя Я в Барнауле, город Барнаул Лапкин-Игнатий Лапкин-Игнатий? Фамилия моя Лапкин-Игнатий А, Лапкин-Игнатий Как у тебя зовут? Игнатий Игнатий, да? Да Сколько лет у вас? А как думаешь? Сколько лет у вас? Ну, а ты думаешь, сколько мне лет? Я не знаю, естественно 80 Дай Бог еще Усталить тебе Да Вот Мы ездили Прошли мы Миссионерская поездка Мы были в 6 мусульманских республиках Прошли Турцию Я везде дарил свои книги в библиотеке У меня 38 томов вышло Сейчас еще кто есть ради? Вот так Кто есть ради? Кто есть ради? Слава! Слава Иисусу Христу! Что еще интересует? Кто есть еще ради? Никак не понятно слова Поближе микрофон возьмите Попробуйте Пока, да Ну ладно, с Богом Ну, по мне, я говорю, у меня жизнь как бы живет правильно, вот и все А как вы решили, что она правильная? Я даже по виду вижу, что неправильная Вам надо изменить образ жизни У вас много лишнего веса Почему? А весу лишнего много? Нет У вас какой рост? Давайте сейчас я вам скажу Рост вверх сколько? 172 172, это мой рост У меня это 72 Какой у вас вес? У меня вес больше 100 Ну, больше 100 Больше 100, сколько? Я точно не могу сказать Ну, 100 там с чем-то Я не взвешиваю Ну, 105, 110 Ну, где-то так А вот смотрите У вас 172 И у меня 172 Давай я покажу Вот она Вот Ну, я вижу По вам видно, что Так, у меня 64 64 килограмма весу До 100 килограмм Работа сидячая у меня А это нет Это не сидячая Вот я сижу за компьютером Я каждый день провожу 14-16 часов 9 лет я не вылазил Из-за компьютера У меня 38 томов Написано книг Которые я библиотека мира подарил А вы случайно Не Лев Толстой? А, похоже Да, я шучу Ну, Лев Толстой Он уже умер А я живой Ну, понятно Ну, слава богу Нет, просто Я так пошутил А вы думаете Сколько мне лет? Ой, так Ну, 75 Так 80 А вам сколько? А вот А вы думаете Сколько? Ну, если так вот Смотреть по всему Это можно ошибиться Ну, 40-то Можно дать? Ну, можно 37 Ну, где-то рядом Да к вам тяжело ходить А я у меня Три голубятни Я на голубям Обратно лажу Стой Сиди сейчас Я покажу Ну-ка, где у меня голубок Ну-ка, пошли Классно Красота какая У меня голубь тоже жил А у меня не один голубь А 70 голубей Мы с нуля Ну, у меня тоже У меня целая квартира животных У меня две собаки Два попугая Две кошки А у нас девять кошек В трех домах Потому что У голубей Подполе Вы в доме, да, живете? Это частный дом Который мне по судебному решению Отдали от города Когда я вернулся Из заключения Я полиции Заключенный был И Судился 11 лет И выиграл процесс Выиграл И тогда А у государства Нечем рассчитывать И предложили недвижимость И два дома Мне отдали 13 соток В центре города Мы в одной сделали Храм молимся А в другом Вот я нахожусь тут Это Бог сделал так А что же вы натворили Что вас закрыли? Ну, я верующий Я всюду писал Генеральным секретарям В ООН Говорил о Боге А власть это не терпела А я еще брал Интервью Брал у репрессированных И издал архипелаг ГУЛАГ Понятно Насчитал на пленку А? И сейчас надо Эту власть Расхерачить Ну вот теперь Вы моложе меня Начинайте Я свое дело сделал Той власти нету Господь убрал Я молился Все время Чтобы Бог Покончил С этим Людоедским режимом Сатанинским С советской властью И она была Разрушена А мне не давали Работать нигде Я профессиональный Строитель Я 40 лет Делал печи людям Во-первых У меня все есть Меня везде Приглашают А раз я специалист У меня печи Тонны полторы Меньше угля Жжет И тепло до самого низа Дети по полу ползают Ну вы Магни сами на себя Работаете Правильно? Ну как на себя Я Для себя Совсем мало Оставалось Я жертвовал на дело Божие На подпольную типографию Евангелие издавали где Я жил Вот Я примерно скажу 70-е годы Вы не помните Кирпич хлеба Стоил Не помню Меня вообще еще не было 16 копеек Кирпич хлеба 16 копеек У меня на день На день За месяц Было 10 рублей 80 копеек Уходило А я работал Тачки На второй этаж Бетон катить Катал Таскать Это все сила 11 рублей Не полных Я живу Очень экономно У меня все На заплатах Я все отдал Для Бога А там не мое Бог дал мне Я его отдал Это не мое Господи Ну а сейчас У вас как это Вот вы сейчас На что существуете Пенсия мне Положена Большая 8 тысяч 141 рубль 33 копейки За 35 Это большая пенсия Вы считаете Такая пенсия У меня За 33 35 лет Трудового стажа Кошмар Ну это маленькая пенсия Ну а по другому Никак Мне не давали Нигде работать Только во Вневедомственной охране Женодорожного района Города Барнаула Где я живу Только при милиции Работаю Чтобы каждую минуту За мной следить могли Я государственный преступник Ну а мы Пенсию же дают Значит Ну пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки Ну это ужасно Пенсия Ну а как вы Выживаете Вам помогают Дети там А как-то Господь делает Так вот Понимаете В первую очередь Я никуда не тращу Вот у меня Телефон Подарили мне Друзья У меня нет Больше ничего А я по нему Никогда не звоню Только мне звонят Почему Я не плачу за это Если что надо Я и так скажу Вот прошлые годы Господь позволил нам Начать строить Православную деревню И мы Строим Уже 27 лет Православная Где никто Не пьет Не курит Не матерится Не ворует Ого Это сложно Такое построить Да Вот коммунизм Как один говорил Коммунизм готовый Мы для Бога делаем А мне Господь позволил Создать детский лагерь И быть его начальником 45 лет Тысячу детей поднять И ни рубля государство не дало Ни рубля Только нас гнобили И гнобили Давили Вы только не выключайтесь Не слышно ничего Не слышно Вы куда-то микрофон дели Не слышно Возьмите микрофон Вот так Вот сейчас слышно Маленько Надо жить с Богом Красиво Интересно Даже в бедности У вас опять куда-то ушел звук Звука нету Совсем Нету Я вам скажу Если вы зарядите В ютубе Во свете библии Называется Во свете библии Игнатий Лапкин И вы на нас выйдете Это большой большой канал у нас У нас 14500 роликов Если вам потребуется Скайпе говорит И зарядите Игнатий Лапкин И вы меня сразу найдете Игнатий Лапкин Ну все с Богом Сейчас Все ушел Да Сейчас приду Слава тебе Господи Слава тебе Доброго человека Бог послал Кто имеет уши Слышит Да слышит Господь стучится В каждое сердце И Господь близок К сокрушенным сердцем И смиренного Видит издали Так Бог устроил все Мы все нужны Друг другу Бог наградил Каждого Своими талантами Слава тебе Боже наш Слава тебе Великие дела Твои Господи И нет тебе равных Никого И ты устраиваешь Эти встречи с людьми Это бы человек Славил тебя Благодарящее За все Вот все тут есть Да Владимир Помилуй Господи Помилуй Просят помолиться СМС сбросили Надолго ушел человек Его нету Мы славим тебя Господи Дивны дела Дела его А делающее злое Ненавидит свет И не идет К свету Чтобы не Обличились Дела его Аллилуйя Спаси нас Господи Помилуй Помилуй Так Все Я верну Едва Дождался Я вас Что-то такое Звуки Такие Как будто Морж Подо льдом Стонет Ничего не слышно Нету Полная Тишина Ладно Тогда Ну сейчас Два слова Расслышал У вас Какие вопросы Есть Нет Ничего Не слышно Ладно Плохая у вас Аппаратура Отремонтируйте Все Я отхожу До свидания Не слышно Ничего От отрата Времени Зря Господь Сотворивший Этот мир Дал человеку Смысл Жить По заповедям Его А человек Пустился Во все Тяжкое Батя Я знаю Что я скажу Точнее Ты больше Мне Наверное Равист Чем ты Мне Батя У каждого Свое Мнение Поэтому Не будем Об этом Говорить Да по мнению Бог Не будет Судить А вот По этой книге Да Ради Христа Читает Библию А я читаю Другое Я читаю Богу Хульную Литературу Поэтому Понимаешь У каждого Своё мнение Мы Останемся Каждый При своём Хорошо Удачи Всего Всего Тебя Самого Найдопрого Я вам скажу Евангелие От Иоанна 1248 Написано Слово Божие Будет судить Нас Любая книга Староверт Правильно Это Зеркальное Отображение Бог то есть Обязательно Дьявол И дьявол есть Он заставляет Людей Раздеваться Голом быть И блудить Это дьявол Какой дьявол Это Нас заставляет Не Бог Бог то где Это дьявол Он называется Только безруга Не Безруга Не чтобы было Не ругайте Не ругайтесь Только А кто Ты хоть Мать то услышал Нет Я и прошу Не делать этого А Какого Бога то А что вы Раздеты Это все Почему Кто я раздел Вас А где ты Видишь Что я это Раздеты Это торс Ты видишь Что я раздет Ну конечно Я же тебе Что трусы Показывал Что я Да не в трусах Дело Дело в том Что в этой рулетке Что попало Голые Совершенно Творят блуд Дедуля Плохо в Бога Верь Плохо Мы пришли сюда Людям сказать Что этот Содом Сожжен будет Богом Бог Бог он должен быть В голове В голове Да А голова А ты Так поведаешь Голова Голова что предсказывает Что надо блудить Курить Я сам Бог Я сам Бог тебе О Какой Бог то А Апостол я И все пьют И пьют И пьют И пьют Почему то Огонь какой то Горит у них Вокруг Почти все пьют Пьют И едят Когда не зайдешь Пьют и едят Как прорва какая Ну а что ты хотел Это же хорошо Убийство Так а зачем Вы заудобряете Это А говорите 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 Мирная наша религия А сразу требуешь Убийство Но убийство Это же хорошо Это же в Библии Написано Убивай Наоборот Написано Любите врагов Вы Библию то не считали Вы ее в глаза не видали Вот она Библия Где вы нашли Я знаю Свою Библию Но почитай Закон Моисея Но Так Моисеев закон Кончился Его нет Вы ошиблись тут Почитай Иосиф Иосиф Это же Освободи Ты будешь Освободным Ты когда человека Убиваешь Он же свободным Становится То есть вы ничего Не знаете Ничего не знаете Да